Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Инсталайв. Продолжаем серию выпусков, где мы беседуем с представителями каждого из институтов Казанского федерального университета. Меня зовут Роман Полинсков. И сегодня о приеме в Казанский федеральный университет 2022 года поговорим с представителями института физики. И у нас в шоуруме находится Наталья Викторовна Бултакова, заместитель директора по образовательной деятельности Института физики Казанского федерального университета. Наталья Викторовна, вам добрый день. Большое спасибо, что нашли время к нам прийти. У нас есть уже заготовленные вопросы. Помимо этого у нас будут вопросы в инстаграме, так как у нас идет там прямой эфир. Прежде чем приступим, предлагаю небольшое вводное слово к нашей сегодняшней дискуссии. Здравствуйте, дорогие абитуриенты, уважаемые родители. Рада приветствовать всех, кто присоединился к сегодняшней встрече. И немного расскажу об институте физики, отвечу на ваши вопросы и приглашаю вас участвовать во всех последующих встречах, как онлайн, так и в очном формате с нашим институтом. Для начала вспомним, что же такое физика и почему вообще стоит поступать в институт физики и кому стоит поступать в институт физики, при каких интересах, при каких наклонностях. Физика это в переводе означает природа. Наука физика, соответственно, наука о природе, то есть о том, что нас окружает. Не обязательно это природа в смысле животных, растений. Природа это всё, что нас окружает. Весь окружающий мир, где мы живём, он создан природой. Он состоит из живых объектов, из неживых объектов. И все они подчиняются законам природы. И любой закон изучается физикой, любой закон природы. То есть мы можем изучать и биологические объекты, и объекты неживой природы, то есть какие-то структуры, то есть те же камни, какие-то вещества, материалы, которые созданы природой. Также можем создавать и свои материалы с заданными свойствами, которые не заложены в природе, то есть сочетание которых не заложено природой. Мы можем исследовать окружающий мир как в рамках нашей планеты Земли, также удаляясь к далёким звёздам в пределах нашей галактики, нашей Вселенной, хотя её предела не существует. То есть непонятно, вы можете исследовать, существует этот предел или не существует. И на столько же порядков вы можете углубиться внутрь структуры, то есть масштабы исследований, которые вы можете производить колоссальные. При этом вы можете производить как реальные эксперименты, так и виртуальные. То есть вы можете действительно заниматься какими-то измерениями конкретных характеристик, либо вы можете строить теории, предполагать, строить компьютерные модели и просчитывать, что же вы получите на том или ином пределе, в той или иной комбинации. Замечательно. Что же, пройдём тогда по вопросам, которые у нас уже есть. Напоминаю то, что во время нашего эфира вы можете задавать свои вопросы в комментариях к этой трансляции в Инстаграме. Первый вопрос. Сколько бюджетных мест есть в вашем институте на бакалавриате? На бакалавриат у нас около 500 мест. Самые крупные направления в бакалавриате – это традиционные направления, которые идут издревле. Что называется, это физика 60 мест, радиофизика 50 мест. И далее следует ряд направлений, где набор на бюджетные места осуществляется в меньшем количестве, по 25 человек. И одно направление геодезии – 15 человек. Остальные направления по 25 человек, я их перечислю. Астрономия, инноватика, педагогика, биотехника. Краткие названия, я говорю. Информационная безопасность. Два профиля. У нас есть два уровня. Это бакалавриат и специалитет. Ну, по-моему, все перечислила. Спасибо. Следующий вопрос. Как принять участие в Олимпиаде по физике? Какой, смотря какой Олимпиаде речь? Я так понимаю, школьные Олимпиады имеются в виду, скорее всего, и, наверное, относящиеся к магистратуре. Если имеется в виду Олимпиады, которые проводит Казанский федеральный университет, то на сайте «Буду абитуриентом», на нашем сайте «Для абитуриентов» Казанский федеральный университет есть отдельная вкладка «Школьникам». Там перечислены все мероприятия, которые проводятся для школьников, каков их уровень, то есть дают ли они возможность получения дополнительных баллов или не дают. Например, сейчас проходят межрегиональные Олимпиады КФУ предметные. И вчера, например, была Олимпиада по математике. В скором будущем, завтра, по-моему, или сегодня уже проходит, вот с даты я точно не могу сказать, к сожалению, по физике. Ряд других Олимпиад по другим предметам, в которых ребята могут поучаствовать. И победители, и призеры имеют льготы в плане получения дополнительных баллов по профильному предмету к ЕГЭ при поступлении в Казанский федеральный университет. Если говорить о поступлении в магистратуру, то скоро начнется отборочный этап Олимпиады магистрю КФУ. Здесь могут участвовать старшие курсы бакалавриата или те, кто уже получил эту ступень образования бакалавриата. Что примечательно, здесь могут участвовать иностранные граждане. И также победитель получает право бесплатного обучения в магистратуре Казанского федерального университета. Поэтому, если нас сейчас слушают ребята, которые планируют поступать уже в магистратуру, ознакомьтесь также на этом сайте для абитуриентов Казанского федерального университета с условиями и принимайте участие в нашей Олимпиаде. Хорошо. Идем дальше. Следующий вопрос. Когда начинается прием документов? Прием документов стандартно начинается, как и во всех вузах, по-моему, с 25 июня. По поводу приемной кампании лучше обращаться, опять-таки, к сайту для абитуриента. Там всегда последняя информация. Там можно получить консультацию именно по технической стороне поступления. Летом же, когда непосредственно начнется приемная кампания, от института физики, как и от других структурных подразделений, будут сотрудники, которые будут заниматься именно отслеживанием заявлений в институт физики и будут всегда давать обратную связь. Поэтому сейчас не стоит беспокоиться о том, как вы будете подавать, когда вы будете подавать, все ли вы сделаете правильно. Приемная кампания достаточно длительный период длится. Вы все успеете подать. Если вы что-то неправильно подаете, то прием документов будет также осуществляться в электронном виде, как и в прошлом году. Если вы допускаете какую-то ошибку при заполнении документов, то оператор, видя, что заявитель допустил какую-то ошибку или неправильно документ загрузил, он вам в течение какого-то времени перезвонит или напишет на указанную электронную почту и укажет на вашу ошибку, попросит вас исправить. Главное, в личном кабинете правильно указать свой номер телефона и свою электронную почту, чтобы до вас дозвонились и вам сообщили, чтобы вы успели исправить эту ошибку и не сидели в недоумении, почему же ваше заявление так долго не принимается. Относительно заявлений частенько такое бывало? Да, бывает часто, что либо забывают подпись поставить, то есть нужно форму выгрузить из кабинета пустую, ее подписать и загрузить уже скан с подписью. И большинство документов именно так и нужно загружать. И ошибка была в том, что, например, загружали без подписи документы, либо было плохо видно, неразборчиво. И когда оператор просматривает, каждая анкета просматривается, он видит, что документ не читаем или без подписи. Мы не можем, человек подал заявление, например, о зачислении, оно без подписи, и мы не можем человека зачислить. Поэтому оператор видит, он перезванивает. Но если номер указан неверно, оператор не может дозвониться или пишет на почту, письмо возвращается, что данного адреса не существует. Поэтому очень важно, в первую очередь, правильно внести свои контактные данные, чтобы до вас могли дозвониться, узнать, что у вас, как у вас дела, нужна ли вам помощь, и какие документы нужно еще добавить, что нужно исправить. Для того, чтобы повысить ваши шансы на участие в конкурсе. Хорошо, перейдем дальше. Следующий вопрос. Я закончил техникум, и после него имею право поступать в вузы по ЕГЭ или вступительным испытаниям. Я сдавал по одному экзамену в год. 2019-й математика, 20-й физика, 21-й русский язык. Результаты ЕГЭ действительно 4 года. Могу ли я поступать с ними? Если результаты еще действительно, конечно, вы можете с ними поступать. Также дополнительная возможность, которая у нас открылась в этом году, но хотя ее нельзя назвать дополнительной, просто она как бы стала официальной. Это возможность поступления как раз-таки после окончания заведений, специальных профессиональных заведений, когда человек после 9 класса уходит из школы, и он не сдает ЕГЭ, и заканчивает профессиональное образование, получает диплом профессиональный, но не высшего уровня среднего специального образования, а затем он решает поступать в вуз. Но ЕГЭ он не сдавал. Тогда есть возможность сдать экзамен у нас в университете. Как правило, чаще всего эти экзамены совпадают. То есть, например, если у нас сдает ЕГЭ физику, то при поступлении после СПО также нужно сдавать физику. Но на некоторых направлениях идет какой-то специальный профессиональный предмет уже по роду деятельности. Например, ребята, кто закончил педагогические колледжи, они могут сдавать педагогику в качестве вступительного испытания. Поехали дальше по вопросам. Какие экзамены ЕГЭ нужно сдавать для поступления на инноватику? Какой был проходной балл на бюджет? На инноватику нужно сдавать... То есть на все направления обязательными у нас являются русский язык и математика. И третий предмет на некоторых направлениях у нас по выбору. И, например, на инноватику, кроме обязательных математики и русского языка, вам нужно предоставить результаты на ваш выбор физика, химия или информатика. То есть, если, например, вы сдавали... У вас есть результаты по физике и информатике, вы можете посмотреть, где у вас высший балл в ЕГЭ и подать этот документ. А вот говоря о математике, на все направления обязательно именно профильное, да? Не базовое. Да. Хорошо. А и по проходному баллу был вопрос, да, по инноватике. В прошлом году это был... Средний балл был 259. То есть инноватика, традиционно инноватика и информационная безопасность у нас самые популярные направления. И средний балл туда обычно выше. На остальные направления где-то в среднем 230. Вот так вот балл. Ну, плюс-минус несколько баллов. Средний балл 230. Идем дальше. Интересует направление биотехнические системы и технологии. Как строится учебный процесс, есть ли практика, где потом работают выпускники? Биотехнические системы и технологии близок к инженерному направлению. Это инженерная специальность. Они учатся параллельно, больше всего параллели у них с нанотехнологами. И первые два года они учатся практически одинаково. Отличие от физического потока в том, что... То есть у них физика в том же объеме, как и у физиков. Как у потока физиков, радиофизиков. То есть биотехники и нанотехнологи получают физику в том же объеме, в том же, того же качества. Далее специализация происходит больше на третьем курсе. Добавляются предметы, которые более нужны инженерным специальностям. Например, материалы ведения, которого нет ни у физиков, ни у радиофизиков. Добавляются дисциплины по электротехнике. То есть это уже ближе к радиофизике. Добавляются специальные дисциплины, которые помогут исследованию биологических структур. То есть люди должны иметь представление о строении биологических тканей, об их функционировании, о том, какие процессы там происходят и какими методами эти процессы можно исследовать. И профиль, который заложен в нашем направлении биотехническом, он связан именно с томографией. Поэтому наши ребята специализируются на применении методов томографии к исследованию биологических объектов, поскольку прописана медицинская томография. Но это не мешает им работать на томографических установках и с неживыми объектами. То есть где будет работать человек, это все зависит от него. И это касается не только биотехнических систем. Когда приходят родители, абитуриенты, они также спрашивают, а где потом будет работать мой ребенок. Это зависит от того, где он сам захочет работать, какой он выберет путь развития. Потому что университетское образование отличается именно тем, что мы не профильный вуз. Мы не привязаны к какому-то одному виду промышленности, мы не привязаны к какому-то предприятию. И мы даем разностороннее комплексное образование. То есть во время своей специализации студент сам выбирает, чем он будет заниматься, какими объектами, какими методами. Хочешь программировать, пожалуйста, ты будешь заниматься программированием. Но с учетом решения какой-то физической задачи. То есть задачи в рамках своего профиля. Или если это нанотехнолог, эта задача будет связана либо с разработкой какого-то объекта, либо материала, либо с методами исследования, основанными на нанотехнологиях. То же самое касается физиков, радиофизиков. И то же самое касается астрономии и геодезии. Человек сам выбирает. Он занимается компьютерным моделированием, он занимается экспериментом, конструированием оборудования, усовершенствованием оборудования. И в соответствии со своими способностями, со своими интересами, далее он находит приложение. То есть либо он может идти куда-то на практику, попадет вот про базу практики. И тоже был вопрос, где практикуются студенты. Предприятия различные. То есть часть практик проходит в стенах университета. Учебные практики. Потому что мы не можем направить студента сразу на какое-то реальное предприятие, в какую-то организацию, если студент не обладает навыками работы с реальным оборудованием. И его и не примут там, его побоятся допустить к реальной работе. И практика тогда пройдет просто бесцельно и бесполезно. Поэтому на начальных курсах у нас практики все сосредоточены в университете. А далее уже в зависимости от того, какую тематику, какую работу выбрал студент. Если руководитель работы находится в университете, как правило, и работу студент выполняет в университете. В частности, если нас это касается, в институте физики. И просто уровень работы переходит от лабораторного в научный. То есть руководитель берет уже студента с собой в научной лаборатории. Студент участвует в реальном научном эксперименте. Не в постановочном, где все известно. А какие-то реальные научные результаты получает. Есть определенные предприятия, с которыми заключены договора о практике. И ребята могут туда направляться. Медицинские организации. Если говорить о медицинской физике, например. Инноватики. Очень широкий круг предприятий, где они проходят практику. И чем старше ребята, то есть чем выше уровень образования, тем серьезнее уже предприятие. Например, в магистратуре мы уже ребят направляем на практику в объединенный институт ядерных исследований, где они работают на серьезных установках. И на таких достаточно серьезных, принимают решения в реальных проблемах мирового уровня. Что ж, спасибо за столь развернутый ответ на этот вопрос. Поехали дальше. Введете ли вы целевой набор на направление педагогическое образование с двумя профилями подготовки? Физика и математика. Да, целевое обучение у нас есть практически на всех направлениях. И педагогическое образование это наиболее популярное направление среди целевиков, поскольку, как всегда, у нас не хватает педагогов и в городе, и в районах. То есть какие бы льготы государство не давало, все равно это всегда у нас дефицитная профессия. И поэтому у нас бюджетные места заполняются полностью у педагогов. И на контракт поступают люди, и целевые места выделены, чтобы какой-то нуждающийся район или нуждающаяся школа не осталась без своего учителя. Расскажите, пожалуйста, про направление астрономия. Где проходит практика у студента и когда она начинается? Астрономия – это специалитет. Ребята учатся там 6 лет. Это направление с самым длинным периодом обучения у нас в институте физики. То есть это не бакалавриат, это специалитет. Но после специалитета ребята могут поступать сразу в аспирантуру, им не нужно поступать в магистратуру. То есть в переводе на схему бакалавриат плюс магистратура получаются те же самые 6 лет. Астрономия – очень интересное направление. Профиль у нас астрофизика и космология. Ребята проходят практику и в нашей университетской обсерватории, которая находится во дворе, где, собственно, расположена кафедра. Проходят практику в загородной обсерватории, где расположена наша также обсерватория университетская Энгельгарта. Ездят на практику в Крым, на Кавказ и в Турцию. На всех российских площадках, где работают наши астрономы, наши студенты бывают. В Петербург ездят и в Москву. И работают на... То есть также, чем старше курс, тем ближе практика к реальным исследованиям, к реальным оборудованию. То есть работают на реальных, не на учебных уже, телескопах, на больших горных горах. Хорошо, подходим мы уже к финишной прямой нашего инсталайфа. Вопросы у нас заканчиваются. Где работают выпускники направления геодезия и дистанционное зондирование? Сотрудничаете ли вы с компаниями-работодателями? Геодезия и дистанционное зондирование, это, наверное, наряду с педагогами самая востребованная специальность. Где они работают, вы можете видеть сами, особенно летом. Когда начинается ремонт дорог, вы видите сплошь геодезистов. Но, понятно, это работа самая неблагодарная, можно сказать, когда ты стоишь на дороге. Но, тем не менее, это также нужно уметь делать. И без этого не обходится ни одно строительство, ни одной дороги, ни одного здания. Также работают. То есть это вот когда работают именно на земле. Допустим, у кого есть участки, также вы знакомы с процедурами живания. Когда к вам также приезжает инженер-геодезист. Можно работать в офисе, можно сидеть за компьютером и работать с картами. Можно работать в кадастровой палате. Но неважно, работаешь ты непосредственно на земле или работаешь ты за компьютером, ты все равно должен понимать, как это все устроено. Можно ли тебе поменять эту координату на участке? Что отвечает за конкретную точку, как она получена и как ты можешь поменять этот план? Нашим преимуществом еще является то, что мы готовим геодезистов, которые занимаются дистанционным зондированием. То есть ребята обучаются работе не просто каким-то простым, с помощью простых приборов, а с помощью спутниковой навигации. И когда определение координат, для того, чтобы определить какие-то координаты, не обязательно приезжать на участок, измерять это все, а можно сделать удаленно. И с помощью специального оборудования, специального программного обеспечения наших ребят этому обучают. Работа связана не только со строительством, еще вот отдельный аспект работы геодезистов, а, например, за отслеживанием местоположения устойчивости, вернее, каких-то конструкций, например, памятников архитектуры, взять тоже нашу башню Сюмбике или, например, колокольня Петропавловского собора. То есть известно, что эти памятники архитектуры имеют под собой неустойчивый какой-то фундамент земной, и они отклоняются. И вот с помощью датчиков, это также можно отнести к дистанционному зондированию, мы определяем, насколько отклонилась конструкция. Тоже относится к ответственным конструкциям мостов, через которые проложены железнодорожные пути или проходят большие автомобильные потоки. То есть где разрушение конструкции чревато какими-то серьезными последствиями и катастрофой. Ну и заключительный вопрос. Как перевестись в ваш институт? И как раз-таки дополним сюда вопросом из Инстаграма. Здравствуйте, можно ли перевести с другого вуза к вам на заочное отделение? Заочного отделения в Институте физики нет. Наш учебный план насыщен лабораторными работами, которые заочно пройти никак нельзя. Именно с этим, например, связаны большие проблемы осуществления дистанционного образования. И Институт физики полностью обучается в очном формате. Естественно, если обстоятельства, не вынуждает переходить дистанционный формат. Но тогда лабораторные работы переносятся на более поздний срок. Перевестись можно из другого вуза. При полностью погашенной задолженности в своем вузе нужно зайти к нам на сайт Институт физики и там есть объявление. Внимание студентов, кто хочет перевестись в Институт физики. Там есть информация о свободных местах, о вакантных местах. Во-первых, вам нужно посмотреть, есть ли свободное место на желаемое направление и написать по указанному адресу. С вас попросят справку с места учебы. Вы предоставите справку, где будет написано, какие дисциплины, в каком объеме у вас зачтены, какие экзамены сданы. И посчитают разницу в учебном плане, потому что в разных вузах, даже на одном и том же направлении, разный набор дисциплин и разный объем часов. И предоставят вам данные о том, какая у вас разница и за какой период вы ее можете сдать. И вы уже подумаете, будете ли вы переводиться, успеете ли вы эту разницу погасить за указанный период. Но переводиться нужно, если у вас есть желание переводиться, переводиться как можно раньше. То есть не тянуть до четвертого курса, до третьего, иначе у вас накопится большая разница. Что ж, Наталья Викторовна, большое спасибо. У нас вопросы подошли к концу. Большое спасибо за столь интересную беседу, за столь интересный рассказ об Институте физики. И, надеемся, еще с вами здесь увидимся в рамках Инсталайфа. И, надеюсь, много кто придет на День открытых дверей Института физики, который мы увидим как раз на баннере 26 марта в субботу в 11 утра. Вам большое спасибо. Спасибо. Ну что ж, на этом все. Инсталайф наш подходит к концу. Это был Инсталайф Института физики. До скорого. Увидимся. Пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.